По правде, я понимаю, что логика в этом есть, но не совсем согласна. А я совсем не согласна. Я, например, очень хорошо чувствую, когда человек что-то скрывает и я. Допустим, у него финансовые проблемы. Таких мужчин я не выбираю. И о таком они не говорят на первых свиданиях. Но сигналы в диалоге могут проскользнуть. Или проблемы в других областях. С законом, здоровье или так далее. Да-да-да, это здорово, что вы это чувствуете. И вам хорошо, потому что вы в этой стране. Вы уже все понимаете. Какие проблемы, как они решаются и решаются ли. А вот девочкам из постсоветского пространства, даже если у них есть такое же чутье, как у вас, им очень сложно это увидеть. Потому что идет очарование. Ах, иностранец. И они там очень щедрые. Потому что наши цены, для них семечки, особенно в ресторанах, они там ведут себя более-более чем щедро, даже если у них какие-то проблемы. Если я хочу понравиться мужчине, то неудобных вопросов я задавать не буду. Ну и как понять, что он за фрукт? На первом свидании вы их не будете задавать, а потом обязательно будете задавать, потому что мы в омут с головой не бросаемся. Мы везде себе, где надо, соломки подстелили. Только включить благодарного случая и кивать, наклонив голову, смотря мы в глаза, чтобы понять их цвет, как учат на курсах флирта. Ужас, чем у вас учат на курсах флирта. Вот мне бы, как мужчине, а вы знаете, что во мне очень много мужского. Я прекрасно понимаю мужчин, потому что во мне вот эта генетика мужская заложена. Мне бы никогда не понравилась кукла, которая просто заглядывает мне в рот и рассматривает мои глаза с обожанием. У нас даже у Райкина была такая миниатюра. «Закрой рот, дура». Я уже всё сказала. Мы идём на диалог. И, зная о мужчине уже базу, зная о его интересах, даже если мы профаны абсолютные в том, что его интересует, мы немножечко готовимся к встрече. Вот я никакая не спортсменка, и даже просто фигурное катание я смотрела только в детстве, потому что это было повальное, непременное смотрение этих соревнований. А я тогда ещё вела себя так же, как другие. А потом мне было просто на это время жалко. Да, эстетическое удовольствие определённое получаешь, но я лучше книжечку почитаю. Но если бы мой мужчина интересовался фигурным катанием, допустим, или каким-то другим спортом, я бы почитала, посмотрела, кто специалисты. И, может быть, даже закинула удочку сама, начав о ком-то говорить, и поняла бы, он это поставил просто как галочку, что он этим интересуется, или он на самом деле фанат. А если он фанат, не будет ли он меня доставать? Потому что та тема, которая не моя, я её постоянно поддерживать не хочу. Это мне неинтересно. Я не буду руку на пульсе держать, что там у них в этой сфере произошло. Пусть он мне рассказывает, но не очень навязчиво, и это легко проверяется. Пример. Началась переписка на сайте знакомств. Парень не заявил желание встретиться, но сначала захотел видеозвонок. Хорошо, что захотел. Потому что многих мы отсеиваем уже на этапе видеозвонка. У меня здесь были распрекрасные мужчины, которые не понимали, что вот то, что я вижу за их спиной, может меня оттолкнуть. Потому что я сама очень чистоплотная женщина, и мне нужен очень чистоплотный мужчина. Не только в плане его гигиены, но и в плане жилища, в котором он живёт. И если там вот всё это в куче разбросано, я не хочу эту кучу разбирать. Я многих-многих отсела по этой причине. И у нас есть друзья, я про них достаточно часто говорю, Ларина, друзья. Они спят в разных спальных, потому что, да, очень храпит. В туалеты я хожу. В гостевой домик я его покажу. Я там частично сняла. Надо весь его показать. То есть если там дочечка или сыночек не живёт в это время, других гостей нет, мы идём в гостевой домик. А если вдруг кто-то из ребятишек остался, у них девочка работает, не всегда дома живёт, и останавливается. Она хочет в гостевом домике, чтобы она сама себе там находиться, то мы идём либо в её туалет, либо в его туалет. Я сравниваю комнаты. У мужчины идеальная чистота, а у неё вот так всё в куче. И восемь халатов висит, и полотенца тут же и чистые, и грязные, всё в одной куче. Я никогда не сказала, что у неё как-то так. Меня принимают в гости, я замечания никому не делаю. Но она сама как-то к этому разговору пришла и сказала, Их в армии, в морфлоте, кстати, научили идеально заправлять по силе и поддерживать чистоту. Но если эта армия делает, то здорово. Но я думаю, что Лэри всегда был таким, потому что он мне рассказывал историю из своей жизни о том, что я понял, что игрушки разбрасывать нельзя, надо всё класть по местам в возрасте пяти лет, потому что зашёл бойфренд моей мамы, и наступил на самолёт абсолютно новый, который у меня был всего второй день. Я его оставил на полу, он зашёл и сразу на него наступил. Не специально, так получилось, но я сразу выучил. Вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. И вообще лучше всё находить, когда в доме порядок. Вот мне неорганизованные в жизни люди неинтересны, так скажу. Даже если они могут на какие-то темы порассуждать. Я за то, чтобы пространство вокруг себя тоже было гармонично с моим внутренним содержанием. Я эту идею поддержала, и вот мы общаемся по видео. Он спросил, есть ли у меня хобби? На секундочку, их очень много. Озвучила несколько с искорками в глазах. На мой вопрос про хобби он коротко ответил. Биткоин. А что это может быть теперь хобби? У меня замелькал красный флаг. Я сказала ему то, что возможно и не понравилось. Но тем не менее озвучила, что я про биткоин ничего не знаю, не разбираюсь. Эта тема мне неинтересна. Я бы не говорила, что неинтересна, а просто остановилась на том, что я не осведомлена. Далее почти полчаса спетая у рта он рассказывал про биткоин. Человек с нестабильным заработком. Менее года назад узнал про это чудо и вкладывает туда деньги. Работать он не хочет, а хочет зарабатывать только на биткоинах. Насколько я знаю, я тоже не осведомлена, но я слышала, что они сильно подросли после того, как в России произошло то, что произошло. И люди, пытаясь спасти как-то деньги, стали их закупать. И поэтому их стоимость сильно выросла. Сейчас вроде упала ниже прежде. Поэтому можно заработать, а можно потерять все последнее. Для меня факт того, что на неинтересную мне тему, когда я об этом заявила, он потратил почти полчаса моего времени, уже рассказал многое. Да, это показало вам очень многое, но, девочки, и вы наша дорогая героиня, останавливайте мужчину. Когда он увлекается разговором о том, о чем вы сказали, я ничего не понимаю, вы его говорите, стоп-стоп-стоп. Я согласна, я не понимаю, но я не хочу, чтобы вы прямо сейчас мне читали лекцию по поводу того, в курс чего вы меня хотите вести. Может быть, эта лекция будет уместна позже, когда я тоже этим заинтересуюсь. Я поняла, что вы не просто заинтересованы, но вовлечены. Это ваш образ жизни. И давайте пока о чем-то другом, потому что это у нас видеозвонок. И мне бы хотелось побольше тем зацепить в этот видеозвонок, прежде чем мы пойдем на личную встречу. Мы к теме биткоинов вернемся позже, если мне это будет интересно. Или вы мне будете выдавать информацию по граммулечке, с тем, чтобы меня заинтересовать. И все. Не тратьте полчаса на мужчину, тем более, что у вас сразу же красный флаг появился. Но мне зачем? Вот и не надо впускать. Это зачем? Вашу жизнь. Не надо. Потом поговорим, если я захочу. А если я захочу проконсультироваться, то точно обращусь к вам. Хотя нет. Ушибка заинтересованных и недавно вошедших туда с головы, может быть, И не стоит интересоваться. Если бы у меня была задача ему понравиться, я бы сидела кивала и даже не поняла бы, что ему абсолютно все равно, что мне нравится или нет. Не надо стараться понравиться мужчине, который фанатично о чем-то единственном может говорить. Он нам очень быстро надоест. Поэтому переключаем внимание на что-то другое до биткоинов. То есть это у вас только вот год. Что было до этого года? Чем вы еще интересовались, если на сегодняшний день биткоины выдавили абсолютно все? И будет ли у вас время и желание на женщину? Женщину надо баловать. Да, я готова пытаться вам понравиться, но если я буду чувствовать, что мое будущее сохранно с биткоинами, я пока очень-очень не уверена в этом. Кстати, после разговора по видео, пока я думала, как лучше сформулировать, чтобы не обидеть его и отменить встречу, он меня удалил из пары. Вот и хорошо. Вот и спасибо. Девочки, не надо голову ломать по поводу того, как бы его не обидеть. Просто честно пишите, честно. Вы знаете, меня несколько насторожило ваше увлечение биткоинами. Вы производите человека фанатично этим увлеченного. Я допускаю увлечение тем, 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 но я против любого фанатизма. Я не хочу быть в этом увлечена. Вы замечательный человек. Просто раз замечательный, но не мой. Я желаю вам удачи. И все. Наверное, это тема для дискуссии, но я не собираюсь надевать на себя маску и делать то, что мне не свойственно только для того, чтобы понравиться. Никогда, девочки, никогда. Для того, чтобы понравиться, а потом с этим человеком жить. Я точно знаю, что нравилась многим. И на свидание прихожу в отличном настроении и хорошем макияже, одежде. Смотрите картинку, которую я прикрепила. Замечательная картинка. Я ее обязательно поставлю и прямо вот здесь. Потому что, когда я ее выставляю просто как заставку на ролик, она же у вас выпадает маленькая. Когда вы нажимаете на нее, там уже идет текст с моим изображением. А тут я поставлю здесь и там. Я бы с удовольствием ставила любые другие заставки. Тут с тем, чтобы вы тоже посмотрели, почему я ее поставила. Но часто случается так, что я сначала записываю ролик, потом его заливаю, а потом только подбираю картинку. Наверное, мне в этом надо что-то изменить, чтобы эти заставочки, которые я ставила, они бы где-то мелькали в самом ролике. Потому что у меня не единожды была ситуация, когда люди спрашивают, Галя, а чего там ниже-то? Там же идет время стоит, и полосочка там стоит, и перечеркивает то, что ниже стоит. А я не могу вырезать с большим промышлотком снизу, потому что половина экрана будет свободная. Но делаю пока так. Хотя, если вы скажете, что не, не вставляй картинки, я буду стараться находить до того, как ролик опубликован. Сейчас я делаю почему-то наоборот. Если позволите, упомяну еще раз ту даму. Позволяю, позволяю. В общем, пока она разбирала диалоги на сайтах, то есть сказала себе пару в глобальном поиске и постоянно выкладывала сторис на эту тему. У нас есть леди со сторисами на эту тему. У нее был план 100 встреч и, естественно, 100 сторис. Но говорят, будто бы устроила свою жизнь. Кто в курсе, рассказывайте. Нашла мужчину из Италии, который покупал ей красивые вещи, ждал ее приезда. Но мне это казалось каким-то искусственным, что ли. Не знаю. Не знаю. Так не объяснить. Хотя звучит очень красиво. Но если человек понял, что ему надо себя предъявлять, как человек, который умеет выбирать мужчин, вполне возможно, что это не только вам показалось, а это так и есть. В общем, когда она приехала, то мужчина снял два отдельных номера в отеле. То есть, несмотря на то, что у них была интимная близость, они спали отдельно в сторис, инстаграм. Маша писала, что как это классика, на когда вся кровать твоя. У нас вся кровать своя, когда мы одиноки. А если у вас с мужчиной интимная близость, то вот не только близость, главное, видимо, не для всех. Для меня главное не близость, а для меня главная близость тела. Что вот можно прижаться к груди, или уснуть на плече, или обнять человека. Для меня вот это важнее, чем сама интимная близость. И я этой Лэри объясняла, что мне плохо одной, потому что мне некого обнять и некому прижаться. То есть, может быть, у девочки такие экономические возможности, что она на диванчике где-то спит, или на узенькой кроватке, и отельная кровать для нее кажется вот верхом мечтаний, что она это так ценила. Для этого должны быть какие-то причины. Ну, допустим, далее она выкладывала бокал с шампанским, с тостом за Тиндер. Они на Тиндере познакомились, да еще и с итальянцем. Ведь благодаря именно этому предложению она смогла поехать в Италию. Не знаю, девочки, я очень скептична к предложению. Понимаю, что там многие находят себе пары, но я сама постоянно блокирую двух мужчин и пишу на них дано, что они представляют реальную опасность. И они же мне опять попадаются в поиски. Я тоже слышала о Тиндере очень много негативных отзывов. Один из них гласит то, что там в основном тусуются люди, которые не заинтересованы в серьезных отношениях, а именно вот в сиюминутном времяпровождении. Они ищут только легких отношений, ни к чему не ведущих. То есть не готовы брать на себя ответственность. Я сама там никогда никого не искала. Можете меня смело опровергать. Мне вообще кажется, что Тиндер – это, наверное, как переполненный вагон поезда. В общем, надо быть осторожной. Доверия у меня к этому сайту нет. Но и без Тиндера никак. Все повалено там. Ну надо же, ну надо же. Пользуется какой-то бешеной популярностью. Иногда невозможно ничем объяснить, почему люди предпочитаются там или там регистрироваться. Далее случилось в этой ее поездке вот что. Она сильно поссорилась, потому что мужчина за все дни ее пребывания категорически отказался приглашать ее домой. И мы даже можем догадаться, почему. Потому что про итальянцев у нас, ну, очень много писем. Она сняла себе на окраине отель за сутки перед вылетом. Понимаю, что всего она, возможно, и не напишет. Суть в ссоре, как она сказала. Что он настаивал на том, чтобы она переехала в какую-то странную, непонятно чью квартиру она посчитала этим опасным. Да-да-да, я тоже всегда вам говорю, привозите денежки на всякий случай, что если как-то мужчина поведет себя странно, не надо с ним никуда ехать, снимайте свое жилье или меняйте билет, это тоже требует денежек, и от него убегайте. В общем, приехав в Россию, Маша сразу написала, что у нее все хорошо, и она снова наслаждается жизнью, и никаких следов негатива эта поездка не оставила. Хорошо, что не оставила, но если дома лучше, чем в отпуске, то, наверное, не тот, это был отпуск. Мне такой вывод тоже показался странным. Мало же времени прошло, подумала я. Также отметила, что такие приключения не для меня. Вы подумали, что она должна бы попереживать. Не надо попереживать. Вот так вырулилась, и как вы всегда сами говорите, это опыт. А мы с опытом вот просто его накапливаем, 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 и ждем, когда у нас все будет раз замечательно. Шикарные отели, куча одежды, и такой абсолютный холод в отношениях. Подождите, мои хорошие. Шикарные отели, а потом предложение переехать во что-то непонятное. Может быть, это для нее были шикарные отели? Потому что уровень шикарных отелей мы определяем с нашим опытом тоже. Я буду рассказывать очень скоро на том канале продолжение нашего путешествия по Новой Англии. И там были шикарные отели, и там были отели, которые выдавали себя за шикарные. И мы даже не смогли поставить негативный отзыв, потому что возможности такой не было. По поводу кучи одежды. Показывала ли она вам эти кучи с этикетками, а не так, что у подружек набрала, выставила и сказала, ой, а мне вот столько надарили. Многие психологи так и поступают. Для того, чтобы показать свою состоятельность, свою успешность, они у подружек и берут вещи. Для того, чтобы сказать, а мне вот этот тот-то подарил, а мне вот этот тот-то подарил. Через две недели Маша написала, что у нее проблемы со здоровьем. Врач поставил ей диагноз какой-то, вид депрессии. Теперь она лечится. Психолог очередной, которому нужна посторонняя помощь. Кстати, я ее больше в активных сторис не видела. Надеюсь, у нее все хорошо. Поездка была в мае. Да, давайте будем надеяться, что все хорошо. Потому что даже люди без психологического образования умеют выруливать любые ситуации. умеют реагировать правильно на какой-то негатив или не на тот результат, который мы ожидали. Не надо впадать ни в какую депрессию. Про соционику. Продолжение следует. С вами была Галина Смис. Я всем желаю мира и добра. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.